8 мая около 100 жителей села Моралды Восточно-Казахстанской области вошли на территорию возводимой в тех местах золотодобывающей фабрики в знак протеста против ее строительства. В село были введены сотрудники силовых органов. Территория была взята под охрану. Рабочие, участвующие в строительстве, временно покинули фабрику. На месте остались лишь полицейские. Известно, что к людям вышел руководитель предприятия. Стороны поспорили. Затем протестующие разошлись. В Акимате Восточно-Казахстанской области 9 мая действия жителей села назвали несанкционированным собранием. Там сослались на информацию, полученную от руководства фабрики, и заявили, что протестующие нарушили закон. Сообщается также, что полиция проводит досудебное расследование, чтобы дать правовую оценку ситуации. Около ста жителей Моралде прибыли на место строительства для снятия видеообращения о приостановлении строительства фабрики. В дальнейшем они ворвались на территорию фабрики. По информации руководства предприятия, их сотрудники получили телесные повреждения, а также был нанесен материальный ущерб. Для обеспечения личной безопасности работники и охранники предприятия были вынуждены покинуть территорию предприятия. Сотрудники полиции и СОБР призвали собравшихся к правопорядку и разъяснили законодательство. При этом силовые действия к ним не применялись. Жители Моралды, с которыми удалось поговорить корреспонденту Азатыка, отрицают заявление Акимата. Они говорят, что закон не нарушали, а за ходом протеста наблюдали старейшины села. По словам сельчана, намерение собраться у фабрики они предупредили за несколько дней и пригласили к диалогу Акима области. Они говорят, что закон не нарушали, а не нарушали, а не нарушали. Акима области сообщают, что Акима официального приглашения жителей Моралды, не поступало. По словам представителя обл. администрации, Аким Ермек Кушарбаев планирует встретиться с моралдинцами, но точное время неизвестно. Строительство золотоизвлекательной фабрики возле села Моралды началось в 2022 году. Жители этих мест возмущены добычей руды открытым способом и тем, что ее промывают цианистой смесью. Они уверены, что это может нанести непоправимый вред уникальной природе живописных мест, в том числе загрязнить источники питьевой воды. Акима области в село приглашали неоднократно, пока он Моралды не посещал. Местные власти настаивают, что строительство идет в рамках закона. В очередном пресс-релизе Акимат вновь заявил, что проводил общественное слушание, а эксперты дали исчерпывающее заключение об экологической безопасности проекта. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...